Рада приветствовать каждого на своем канале. Сегодня у нас мукбанг, пивная тарелка. Даже в моем случае это две тарелки. Здесь фисташки, сухарики, чипсы, сыр-косичка. И впервые буду пробовать бюйрек. Не знаю, понравится или нет. Выглядит, если честно, не очень аппетитно. Но самое главное, он очень мягкий. К сожалению, моего любимого балтика с грейпфрутом не было. Поэтому пришлось взять балтика-малина. Но малина тоже ничего. Запах такой прям малины. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Которые я попросила позадавать в инстаграме. Здесь много вопросов, некоторые повторяются. Один из самых частых вопросов. Почему все-таки больше не будет видео с подписчицами? Некоторые пишут, почему эта рубрика у тебя закончилась. Все очень просто. Во-первых, на этой рубрике очень маленькое удержание аудитории. То есть, вроде люди заходят на это видео, смотрят несколько минут и выходят. А это вообще влияет на сам канал тоже. То есть, это плохо и до канала. Это раз. Во-вторых, я, конечно, очень извиняюсь. Но я всех этих людей не знаю, с которыми я снимала мукбанг с подписчицей. То есть, все они были очень хорошими девчонками. Но я могу нарваться на такого человека, который может завтра слить мой адрес в интернет, слить мой номер. Даже сейчас вот иногда мне звонят непонятные номера и просто прикалываются, угорают. Я, конечно, могу поменять номер. Но каждый раз, снимаясь с новыми подписчицами, получается, каждый раз мне придется... Извиняюсь, мне позвонили. Так вот. На чем мы остановились? Я просто заметила, что эта рубрика не особо интересна подписчикам. Многие начали писать мне в комментариях. Ну, ты, Айка, храбрый человек. Зовешь незнакомых людей к себе домой. Я начала задумываться. Я реально, когда читаю ваши комментарии, задумываюсь о том, что пишут другие люди. Другие писали, ладно, там адрес, так все знают твой телефон, номер. Потом будут тебе звонить, тебя доставать. И сейчас тоже, на самом деле, я не знаю, кто именно мне звонит. Но периодически бывают такие моменты, что мне звонят незнакомые номера. Я даже не знаю, кто это. Мама мне предлагает просто поменяться номерами. Она мне даст свой. Вот. А я буду использовать мамин. Но в любом случае это неудобство. Поэтому либо надо постоянно менять номера телефонов. Либо как бы не снимать эту рубрику. Ну, вообще, я считаю, в любом случае, если у тебя канал, если у тебя даже просто мукбанки, время от времени нужно вносить некие изменения. Например, Дом 2, который мы смотрели 10 лет назад, и Дом 2 сейчас, это два разных проекта как будто. Там поменялось не только площадка, дома, условия, да все. Нужно как-то идти в ногу со временем. В противном случае ты будешь просто неинтересен. Люди перестанут тебя смотреть. Попробуем бюрик. Выглядит не очень аппетитно. Мне как-то не очень, если честно. Не мое. Абсолютно. Какая-то зелень. Вроде петрушка. Петрушку не люблю. Ну, в общем. Сейчас у меня очень много моментов, видео, связанных с ремонтом. На мой взгляд, это очень интересно. То есть, не только мукбанки, а именно разбавлять чем-то. Я снимаю то, что происходит в моей жизни. Ни один влог специально не построен так. То есть, я специально, например, иду в какое-то заведение, чтобы снять для вас видео. Такого у меня абсолютно нет. Если я снимаю что-то, значит, я действительно в этот день просто там была. Никакого сценария нет. У меня просто есть идея ходить по разным интересным ресторанам в Азербайджане и давать, как бы, свою оценку. Еда, обслуживание, сервис. В общем, все. Такое вкусное пиво. Привет, Айка. Как относишься к накрутке подписчиков в Инстаграме и в других соцсетях? Не хотела бы ты накрутить? У тебя на каждой фотографии по 8 тысяч лайков. Свободно можно накрутить 150 тысяч. Вы знаете, возможно, раньше это как бы прокатило. Люди были не настолько грамотно подкованными. Сейчас, накрутив подписчиков, во-первых, это заметят все. Во-вторых, о смыслах. Если у тебя нет актива, активности, Зачем вот эта цифра, которая в шапке профиля? Я никогда не участвовала ни в каких гибах. Не покупала рекламу в Инстаграм. Просто чисто подписчики из Ютуба переходили в Инстаграм. И вам тоже не советую накручивать подписчиков. Все равно у вас лайков будет столько же, сколько было изначально. Мне кажется, даже как-то глупо смотрится. У человека, например, 300 тысяч подписчиков, Типа на фотке 1000 лайков. Но как-то не очень смотрится. Согласитесь. Мне всегда Моя подруга Жале говорит Пользуйся тем, что ты блогер. Бери на обзор. Тебе нужен макияж? Тебе нужна прическа? Напиши об этом в Инстаграме. Скажи по Бартеру. Кто мне сделает прическу? Кто мне сделает это? Я раньше как бы Всегда стеснялась. Мне было проще заплатить за процедуру, нежели пялить. И она каждый раз мне об этом говорила. Пользуйся тем, что ты блогер. Но я понимаю, что она говорит во благо мне. И последний раз я просто написала в Инстаграме, когда мне нужен был тортик. Кто может по Бартеру сделать тортик? Мне столько людей написали с такими крутыми работами. Я выбрала самого крутого специалиста, который мне понравился вообще на 100%. И тортик получился то, что надо. И получается бесплатно. Поэтому как бы рекламодатели тоже смотрят на вашу активность. Я лично считаю, что это грешные деньги. Если ты обманываешь, например, какого-то человека, который покупает у тебя рекламу своими накрученными просмотрами, накрученными подписчиками. А потом человек покупает у вас рекламу и не получает никакого эффекта. просто ноль. Жили, говорит, да я бы на твоем месте все бы по Бартеру делала. Леснички, ногти, стрижки, укладки. Иногда бывает, например, ты находишь специалиста, тебе он нравится, все устраивает, но он находится в самом центре города. А тебе неохота туда ехать. Я такая в такие моменты думаю, блин, лучше куда-то сюда схожу, чем ехать далеко. И не по Бартеру, ничем. У меня была знакомая. Она была начинающим просто блогером. У нее там в Ютубе пару тысяч подписчиков. И она всегда везде говорила, что я блогер. Я могу вас отметить. Например, покупала какую-то сумочку. Говорила я блогер, я могу вас отметить. Они говорили, окей, дарим тебе сумочку, отметь. И вот так вот вся жизнь у них по Бартеру. Очень выгодно получается, экономишь денежку. Следующий вопрос. Марюша задает его. Тебе огромный привет. Айка, когда будет мукбанг с Айсель, ждем, не дождемся, ответьте, пожалуйста, буду очень рада. Айсель очень светлый человек. Я ее безумно полюбила на самом деле. Но сейчас она с одной стороны готовится к универу. И не хочется каждый раз дергать человека. Да и вообще сейчас я ставлю больший упор на видео, где я одна. А не на совместке. Потому что, когда ты часто снимаешь видео совместно с кем-то, когда ты перестаешь это делать, постоянно люди пишут. Когда совместное видео? Когда совместное видео? А в последнее время я не снимаю ни с кем. И таких комментариев тоже нет. Я уже допила. Пусто. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.